Добрый день, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать на очередном дне нашей большой конференции «Белые ночи». Продолжается жара, и, конечно, наш лайфстиль достаточно тяжёлый в этот период, и тем более у онкологических больных. И, наверное, тема как нельзя актуальна, потому что, конечно, возможности помощи этим больным не только лекарственной терапии, не только хирургического лечения, не только лучевой терапии, но и, по сути, улучшение качества жизни за счёт повседневных мероприятий реабилитирующих является достаточно важной задачей, на мой взгляд, потому что это делает жизнь этих пациентов гораздо более красочной, более интересной, и это, конечно же, чрезвычайно важно. Что, на самом деле, хотелось бы сразу отметить, и я думаю, что это принципиальный момент, который нужно понимать перед тем, как с больным беседовать о тех жизненных рекомендациях, на которые мы сегодня обсуждаем. К сожалению, все подобные исследования, вот эти исследования популяционные, даже очень крупные, метаанализы, они все страдают тем, что дизайн этих исследований организовать достаточно сложно, и добиться убедительной такой доказательности весьма непросто. У исследования очень отличаются по дизайну, по критерию включения, по самим группам этих больных, и поэтому в абсолютном большинстве тех факторов, которые мы рассматриваем, очень часто мы видим результаты противоречивые. И на сегодняшний день, ну, наверное, несколько буквально фактов, в которых можно говорить, что они действительно имеют серьёзную базу доказательности в отношении, в частности, рака предстательной железы. Но ещё один момент, который очень важно тоже учитывать, это то, что мы как-то очень сепарируем вот эти факторы, по сути, можно назвать здорового образа жизни или правильной жизни, потому что, да, мы рассматриваем с позиции предстательной железы, но для пациента важно всё, не только предстательная железа, но и сердечно-сосудистая система, и состояние костной ткани, и функция желудочно-кишечного, трака и так далее. И все эти вещи, они всесторонне влияют на повседневную жизнь, на функцию нашего организма, и поэтому, наверное, вот так изолированно говорить, вот это можно, нужно. И если у вас бывающий ракопредстательной железы, или он у вас развился, вам нужно потреблять томаты, и это решит вашу проблему, наверное, это очень однобоко. Поэтому, на самом деле, мы должны говорить действительно о системе здорового образа жизни, которая, по большому счёту, хорошо известна, и я всегда пациентам, когда они мне задают эти вопросы, на мой взгляд, весьма наивные, там, можно ли загорать, что нужно есть и так далее. На самом деле, всему этому нас научила или должны были научить мама с папой. Всё, что они нам говорили, не надо курить, не надо употреблять алкоголь, надо заниматься физкультурой, надо хорошо учиться, надо есть здоровую пищу, не переедать и так далее. Это всё, на самом деле, нам хорошо известно. Мы всё прекрасно знаем, по большому счёту, о здоровом образе жизни. И в том числе онкологический больной должен вот этих принципов придерживаться, и мы должны рекомендовать ему придерживаться этих принципов. Другое дело, зная всё это прекрасно, абсолютное большинство населения Земли никак не придерживается этих постулатов, которые, ещё раз говорю, известны тысячи лет. И древнегреческие философы говорили о здоровом образе жизни и создавали свои системы, которые касались как физической культуры, так и питания, так и психологического состояния человека. Поэтому этот термин «здоровый дух» или «здоровый дух», наверное, так и останется актуальным всегда. И ещё раз повторю, что все эти критерии очень важны независимо от того, влияют ли они только на развитие рака предстательной железы или на течение онкологического процесса. Но они принципиально важны для тех людей, для любого человека в любом возрасте. И мы ничего нового, по большому счёту, наверное, всё-таки сильно не внесём сюда, потому что мы просто пытаемся подвести серьёзную доказательную базу под все те критерии, о которых мы, грубо говоря, говорим. Ну и самые основные факторы, они приведены в рекомендациях и позиции Всемирной организации здравоохранения, которые, в принципе, влияют на состояние человека как таковое и развитие различных угрожающих жизнесостояний, в том числе онкологических процессов. И первое — это, конечно же, избыточный вес, недостаточное потребление фруктов и овощей, низкий уровень физической активности, употребление табака и алкоголя. Но на самом деле для онкологической патологии, конечно, мы понимаем, что основным фактором риска развития рака предстаты и вообще онкологической патологии является возраст. И для рака предстательной железы 70% случаев впервые выявленной аденокарцинома предстательной железы приходится на долю пациентов 65 лет. И по большому счёту мы на сегодняшний день знаем, что оккультный рак предстательной железы после 80 лет чуть ли не 90%, 80-90% людей. Другое дело, что он не развился в клиническую значимую форму. И это ещё один из факторов того, что мы можем предполагать, что действительно какие-то факторы среды и наше поведение могут влиять на развитие и прогрессирование этого заболевания. Второй момент, который, конечно, подвигает нас к оценке и к внедрению этих факторов здорового образа жизни, это то, что при отпопуляционной оценке различных рас, проживающих на различных территориях, демонстрирует, что частота развития рака предстательной железы и тем более частота развития низкодифференцированных форм, она резко отличается. Если у афроамериканцев риск высокий, то у азиатов риск низкий. И, конечно, в том числе связывают с различиями в диете и в поведении афроамериканцев и азиатскому населению. Вот эти факторы, наверное, всё-таки нас заставляют задуматься о том, что действительно какие-то важные факторы, которые мы должны рекомендовать пациентам, они существуют. Ну и первое, конечно, курение. Бесспорный фактор, который на сегодняшний день имеет абсолютную доказательность для огромного числа патологий, которые развиваются у человека, в том числе для онкологии. И если говорить, например, о раке мочевого пузыря, то абсолютная зависимость, причём с минимальными дозами курения, и мало того, что это повышает риск возникновения рака мочевого пузыря, но ещё и является очень важным фактором риска прогрессии рака мочевого пузыря. То есть пациент, приходящий на приём с имеющими проявлениями этого заболевания, однозначно должен бросить курить. И я всем пациентам, которые обращаются с этим образованием, буквально, альтимативно требую отказа от курения. Для рака предстательной железы, опять же, есть несколько метаанализов за последние годы, в частности, приведённый метаанализ 2018 года, где продемонстрировано, что уже при разбившемся раке предстательной железы общая выживаемость имеет достоверную корреляцию с курением. То есть курение является негативным фактором, а также скорректированная выживаемость и безрецидивная выживаемость. То есть те пациенты, которые не курят или бросают курить на момент диагноза, имеют определённое преимущество. В основном, конечно, это всё же касается тех пациентов, которые не курят и не курили изначально. Отказ от курения после диагностики на сегодняшний день убедительных данных нет, и результаты противоречивые, результаты спорные. Ещё один достаточно большой европейское исследование, 23 центов в 10 странах Европы, было проведено сравнение никогда не куривших пациентов по риску с теми, кто куриц, по риску заболеть раком предстательной железы. И было продемонстрировано статистическая корреляция с высокодифференцированным раком предстательной железы, но не с низкодифференцированным. А это достаточно важный, наверное, компонент, говорящий о том, что действительно такой жёсткой, наверное, всё-таки связи курения и рака предстательной железы на сегодняшний день не доказано. И, наверное, такого ультимативного требования мы не вправе предъявлять для этих пациентов при уже диагностированном раке предстательной железы. Потому что, конечно, высоко дифференцированный рак предстательной железы прогрессирует медленно, мы имеем все возможности для проведения радикального лечения, и здесь риски в отношении общей выживаемости или раково-специфической выживаемости значительно ниже. Но вот продемонстрировано, что на низкодифференцированный рак предстательной железы влияние не оказывает. В зависимости от нагрузки на курильщика было показано, что только при пуении 25 сигарет в день при стаже более 45 лет действительно повышается риск, причём именно риск смерти от рака предстательной железы. Это явно представлено на этой диаграмме. И при этом вероятность развития рака предстательной железы не зависела от нагрузки курильщика, то есть от объёма выкуриваемых сигарет или от стажа курения. Но, тем не менее, риск смерти резко повышается, мы видим, в зависимости от выкуриваемых сигарет в день. Поэтому всё-таки, конечно, антитабачная компания является принципиально важной, но не надо забывать, что, конечно, табачные концерны — это хитрые организации, основная их цель всё-таки — зарабатывание денег. И поэтому то, что мы видели определённую волну антитабачной компании, на самом деле это антитабачная компания против дымных сигарет. В связи с тем, что новая технология бездымного курения должна была завоевать определённую нишу, и ради того, чтобы расчистить для них определённую платформу, была организована вот эта компания против дымных сигарет, при том, что на самом деле уже появляется всё больше и больше данных, что и бездымное курение является столь же опасным и столь же вредоносным, что и обычное курение, которое сопровождало человечество в очень длительный промежуток времени. Физическая активность. Мы понимаем, что физическая активность очень важна для человека и для его здоровья, прежде всего для сердечно-сосудистой системы, и регулярные физические нагрузки принципиально для любого человека. Но вот для рака предстательной железы в данном достаточно крупном мета-анализе 850 мужчин, 28 тысяч из них имели рак предстательной железы, было продемонстрировано, что в принципе достоверного влияния на частоту развития рака предстательной железы не имеет корреляции с физической нагрузкой, объёмом физической нагрузки с риском развития рака предстательной железы. Как это трактовать? Всё-таки надо, ещё раз повторю, что организация вот этих самих популяционных исследований — весьма сложная задача, и поэтому мы можем часто получать достаточно противоречивые данные. Но это как раз то, что нам позволяет всё-таки в отношении конкретных заболеваний эту информацию несколько ограничивать. Но при этом мы прекрасно понимаем, что расширение физической нагрузки для пациентов и страдающих раком предстательной железы принципиально важно, потому что это является определённым моментом здорового состояния костной ткани. Для того, чтобы снизить число костных событий, переломов, компрессий и так далее, необходима физическая нагрузка для данных пациентов. Избыточный вес — тот фактор, который действительно и для рака предстательной железы имеет принципиальное значение, демонстрирует корреляцию как с общей выживаемостью, так и со смертностью. И, конечно, число пациентов населения с избыточной массой тела, оно максимально в Соединённых Штатах Америки. Мы находимся где-то посередине с азиатскими странами. Ну и вот это, наверное, один из тот факторов различия, о которых я и говорил, что действительно всё-таки какой-то образ жизни, наверное, влияет, хотя на сегодняшний день показано, что есть определённые генетические предпосылки и последовательности, которые характерны, например, для афроамериканцев, предрасполагающие к развитию рака предстательной железы, но не просто рака, а ещё и агрессивного рака предстательной железы. Поэтому тоже концепция достаточно неоднозначна. Основная масса исследований, конечно, посвящена профилактике развития рака предстательной железы, но, тем не менее, есть ряд работ, которые свидетельствуют о том, что избыточная масса тела влияет и на течение самого опухолевого процесса, и пациент с избыточной массой тела быстрее прогрессирует, имеет более агрессивный опухолевый процесс. Другое дело, насколько мы можем на это повлиять, и понятно, что если пациент с избыточной массой тела обращается к нам на приём, уже с диагностированным раком предстательной железы, повлиять на это достаточно сложно. И стереотипы питания, которые действительно могут влиять на рак предстательной железы и его развитие. Ну, есть такая вот красивая схема, но на самом деле, мне кажется, что всё это очень относительно, можно их рисовать в достаточно большом количестве, но, тем не менее, есть достаточно большой обзор, опять же, метаанализ, очень крупный, который продемонстрировал ряд действительно значимых факторов. Так, животные жиры являются достоверным фактором риска развития рака предстательной железы, поэтому отказ от животных жиров или значительное их снижение в диете является определённым фактором профилактики. Но при этом диета с преобладанием рыбы и овощей снижает риск, но, опять же, это достаточно противоречивые данные. Протеины. В основном данные противоречивые, но, тем не менее, хорошо приготовленное прожаренное мясо является фактором риска, что тоже можно рекомендовать пациентам избегать подобного питания в своей диете. Витамины в основном это витамин А, имеющий высокий уровень доказательств, витамин Д и витамин Е. Данные противоречивые на сегодняшний день какой-то однозначной заключения в этом отношении нет. Различные изофлавоноиды, опять же, противоречивые данные, говорить мы об этом абсолютно не можем. Но зелёный чай, как и в большинстве онкологических заболеваний, продемонстрировал свою эффективность. Но, тем не менее, если говорить о суммарной диете, то мы видим, что правильная диета, тем не менее, неоднозначно увеличивает, не снижает риск рака предстательной железы. Существуют противоречивые данные исследований. То есть, когда мы суммируем всё это, когда диета разнообразна, когда мы не вычленяем один продукт, мы видим, что результаты, к сожалению, противоречивы. И авторы отмечают, что, конечно, основное влияние и реализация является через микробиоту. Это сегодня такое популярное направление, однако оно, опять же, требует ещё окончательно длительного, наверное, осмысления. Но, тем не менее, такие работы ведутся и влияние на микробиоты, в том числе и на рак предстательной железы, на связи с этим подобной работой есть. Есть, на мой взгляд, достаточно универсальная рекомендация для пациентов, страдающих раком предстательной железы. Я рекомендую абсолютно большинству завести собаку, потому что, кроме того, что собака является отражением своего хозяина, мы видим, они насколько похожи на нас, но при этом собака обеспечивает очень высокую физическую нагрузку для этих пациентов, что важно для них, причём разноплановую. Во-вторых, она улучшает психологический настрой, конечно, пациентов и семье, в которой находится этот пациент, ну и в том числе диетические определённые предпосылки, сидящие напротив вас, вот такой друг никогда не позволит вам съесть лишний кусок, потому что съест его сам. Спасибо большое за внимание, рад был поделиться этой информацией. Спасибо.